В этом году День молодежи впервые пройдет в рамках областного фестиваля «Все свои». В Сарове праздник стартует в 14.30. Новинкой данного дня молодежи, естественно, это будет сцена центральная, которая в этом году у нас будет стоять на поле, чтобы большее количество горожан могли посетить наши мероприятия. В этом году у нас будет проходить прямая линия включения с губернатором нашей области Нижегородской, Хлебом Никитином, и встреча с главой администрации. Все это будет проходить на центральном поле. На запасном поле Икара пройдет благотворительный товарищеский матч между командами Драматического театра и администрации. А на спортивных площадках стадиона саровчане смогут принять участие в соревнованиях по автозвуку, посетить выставку мотоциклов, а также поучаствовать в масштабном проекте «Танцующий Саров». Будет очень интересная игра «Бампербулл», которую мы хотели предложить молодежи, чтобы они поиграли. И здесь будет также реализован, как и в том году, большой очень проект «Саровский котельон». Для любителей уличной культуры будет предоставлена специальная площадка «Скиллпати». На ней все желающие смогут продемонстрировать экстремальные приемы катания на скейтборде, самокате и велосипеде, а также посоревноваться в брейк-дансе и BMX. Можно записаться заранее, подать заявку в группе «Создана большая группа «Все свои» в Сарове. И помимо этого на этой площадке будет проводиться мастер-класс от Александра Мирзликина по джам-стайлу. В рамках проекта «Все свои» будет запущен конкурс «Самые веселые фото со дня молодежи». Всем участникам необходимо будет сделать оригинальные фотографии с праздника, выложить их в социальные сети ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами «Все свои 52» и «В Сарове». Выбирать победителя конкурса организаторы будут по количеству лайков. Финальной точкой Дня молодежи станет выступление московской группы «Мультиверс». Ирина Вишегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.